И мне бы хотелось сказать о том, что я представлю вам часть работ по питанию и продлинию жизни, именно в части микробиоты и метаболомическими исследованиями. Мы сделали работу вместе с Патрицией Брежетти, великим Девосом и ученым группы Себастьяна Калина. Продолжение следует... Это то, что питание может иметь эпигенетический эффект. И мне бы хотелось вам напомнить, что среди других статей... Эта статья была недавно опубликована в журнале Sales, и это показывает то, что изменение в диете у мыши может быть перерисовано на потомстве. И потомство также в доповой показывает экспрессию генов. И мы также рассматривали вопросы снижения, в результате снижения уровня холестерина. И что очень важно, что эпигенетический профиль мы рассматривали в аспекте синтеза и метилирования. Эти данные можно быть перенесены, и очень многие свойства переносятся от отца к потомству. И вот, так сказать, этими вопросами мы занимались. Одно из основных вопросов стоит в том, что является ли эффект диеты или эпигенетики, может быть, так сказать, обусловлено хотя бы частично кишечной микробиотой. Мы рассматривали большинство из этих проблем в недавних исследованиях, в рамках проекта, который оплачивался Европейским Союзом, который мы называли... Это была работа по новым диетическим стратегиям. И по вопросам, связанным со старением в Европе. Мы начали его пять лет назад, и продолжаем работу. Здесь мы представили некоторые наши партнеры, наши институты, с которыми мы сотрудничаем, крупные компании, средние предприятия, малые предприятия, которые... И, значит, вопрос создает правила диеты. Средиземноморская диета, например, мы считаем наиболее подходящей диетой, которая может снижать некоторые клинические воспалительные процессы, уровень холестерина, которым я называю их просто воспаление. И мы привлекли, где-то, 150 человек к нашему исследованию из пяти европейских стран, и половину из них мы предложили средиземноморскую диету, и половину продолжали следовать с пищевым диетой, то, к которой они привыкли. Мы измерили ряд параметров, связанные нумерологически, связанные с воспалительными процессами и так далее. В частности, мы в некоторых наборах данных по определенным группам мы провезли оксилепидомические и метаболомические исследования, исследовали кишечную флору или микробиоту, и провели исследования на генном уровне. Идея состоит в том, чтобы нашей окончательной целью является сбор клинических данных и данных по питанию, которые могли бы описывать эти ситуации и создать прогностическую модель, связанную с этими процессами. И воспаление – это оригинал работы, первая работа, в которой я выдвинула эту идею, что это связано со старением. И очень важно здесь подзаголовок, эволюционная перспектива. То есть, это гипотеза эволюционно обоснованная. И мы все еще не знаем очень много по стимулам, о стимулах, которые воздействуют и которые являются источниками этих воспалительных процессов. Но, тем не менее, они существуют. И это такие, как генетическая предрасположенность, например, если, когда ваши клетки относятся к определенному фенотипу, и это тоже, так сказать, генетические фоны имеют большое значение для наших исследований, ваши гены могут кодировать такую информацию, что, например, в старости в этой группе люди все, значит, вот в этих семьях очень худые и вытянутое тело имеют. Или, например, другие, так сказать, примеры можно привести. При этом мы не знаем, например, их каких-то других особенностей, например, кожных особенностей, медицинических, эпиденальных и так далее особенностей. То есть все еще нам необходимо собрать очень много знаний по вопросам, связанным с жировой тканью, которая очень во многом, так сказать, была, к ней носили во многом пренебрежительно научных исследователей. И так ответ на поражение ДНК. Это еще один аспект, еще один, возможно, источник циркулирующий метагонтрических процессов. И здесь метагонтральная ДНК возрастает с возрастом. И изначально эта метагонтральная ДНК происходит из бактерий. И, возможно, это еще один интересный вопрос, но есть еще и другие аспекты, которые нас интересуют. Вот здесь представлены некоторые полимарфизмы и некоторые гены, которые мы исследовали в моей лаборатории. Мы пытались рассмотреть вопрос в предрасположенности к продуцированию больше, более или меньшего количества продуктов, которые вызывают воспаление. Я не хочу здесь слишком много на этом останавливаться. Но еще один вопрос, который хочется выделить, связанный с внешними стимулами, особенно теми, связанные с клиническими инфекциями. Это могут быть вирусные, как, например, они могут быть бактериальными. Вы знаете, что существует очень много литературы в отношении бактериальной инфекции и важности инфекционных фокусов и очагов. И я буду говорить об этом в связи с кишечными микробиодами или микрофлорами. Воспаление, связанное, приводящее к старению. Мы видим эту ситуацию. И кишечная микрофлора, конечно, в старении играет значительную роль. Но необходимо также упомянуть несколько других факторов, которые могут здесь играть. Либо напрямую, либо опосредованно. Какова роль кишечной микрофлоры? Кишечная микрофлора состоит из гетерогенных и бактерий, которых нельзя культивировать. Которые определяют гомеостаз кишки и эпителия. И могут наследовать адаптивные иммунные механизмы кишки. Очень важно оценивать ситуацию кишечной микрофлоры для иммунной системы и для желудочно-кишечного тракта. Кишечная микрофлора состоит из гетерогенной и плотность этих организмов составляет 10-12 степени на грамм в просвете. Кишки диверсифицированы на более чем тысячи различных видов бактерий. Но, конечно, физиология кишечной микрофлоры довольно сложна. Играет роль пища и также механизмы регистрации кворума. Слизь, белки, пищевые продукты, вторичные метаболиты. И это все представлено в обзоре Браус и Васильба, который был опубликован в 2011 году. Другая статья опубликована в журнале Science. Это обзор того, какую роль играют наши невидимые помощники. Наши невидимые помощники – это бактерии, которые находятся не только в кишке. В просвете кишки, вот показано здесь, но также и во рту, в пищеводе и в других органах, например, во влагалище. Таким образом, все наше тело содержит огромное количество невидимых помощников. Говоря о человеческой микрофлоре, это 90% микрофлоры составляют бактерии. Их всего где-то 10-14 степени. И бактериальный компонент играет очень важную роль, включая повышение эффективности пищеварения, конкурентный барьер против колонизации или инвазии другими бактериями. Также у повышения непроницаемости кишечного эпителия, детоксификация в отношении ксенобиотиков, синтез витаминов и другие процессы, которые регулируются кишечной микрофлорой. Человека можно представить как метагеном, который состоит из генома, собственно, человеческого генома и коллективного генома бактерий, кишечной бактерии, микроорганизмов, можно назвать микробиом. Он представляет собой очень важный компонент. И этот компонент, метагеном, развился в результате тысячелетней эволюции совместного проживания макро- и микроорганизмов. Таким образом, эволюция кишечного человеческого генома в настоящее время, в последнюю, в новейшую историю со времени неолитического расцвета сельского хозяйства, развивалась в направлении симбиоза с бактериальными видами и, в том числе, направленная против патогенных бактерий. Диетические изменения оказывают большое влияние на эволюцию кишечной микрофлоры. Примерно 10 тысяч лет назад произошло значительное изменение в составе кишечной микрофлоры. И она была связана с изменением диеты. И при изменении диеты диверсифицированность, то есть количество микроорганизмов уменьшается. В настоящее время широкое применение антибиотиков кесарево сечения специально фильтрованной очищенной воды играет очень важную роль в изменении профиля и количества и типов этих микробов и количества видов, которые являются частью нашего тела. Филогенетическая диверсификация. Очень интересно упомянуть здесь то, что количество видов, которые населяют нашу кишку, не очень большое. Эти бактерии колонизировали нашу кишку всего примерно 6 групп, токсономических групп. Это фермикута, бактериоиды, актинобактерии, протеобактерии, фузобактерии, верукомикробы. Вот распределение показано на слайде. И вот 6 этих групп из 100 возможных кандидатов фактически колонизировали наш кишечник. Каждая бактерия имеет своего рода отпечаток пальца, можно сравнить с отпечатком пальца. 70% видов являются специфическими для определенного филотипа. И ни один из филотипов не присутствует в более чем полупроцентах от общего распределения. Микробиом, возможно, состоит примерно из 3 миллионов генов. Генов примерно в 100 раз меньше, чем наш геном, человеческий геном. И в настоящее время 58% генов примерно известно, и 42% неизвестно. То есть почти половина генов еще неизвестно. И вот это называется биологической темной материей. Каждый организм имеет составляющую, постоянную составляющую кишечной флоры, которая состоит из 75% и 25% в качестве вариабельного компонента. Эта индивидуальная диверсифицированность представляет собой расширение динамического представления генетических составляющих. Микрофлора довольно пластична. Она может изменяться в результате диеты, в результате воспалительных реакций желудочно-кисечного тракта, в результате факторов внешней среды, географическом перемещении человека, генетики и других факторов. Очень важно упомянуть такой фактор, что кишечные бактерии могут довольно быстро изменяться в зависимости от типа диеты, от содержания белков, углеводов и жира. Изменения диеты могут изменяться, и кишечная флора, ее профиль меняется в течение одного-трех дней. Все люди делятся на быстро отвечающих на изменения диеты и медленно отвечающих. С точки зрения генетики, микрофлоры кишки можно рассматривать как эпигенетический фактор, который формируется окружающей средой и также влияет на общую адаптационную способность организма. Кишечная микрофлора оказывает большое влияние, общебиологическое влияние, как я вам уже говорил. И на этом слайде показаны основные группы заболеваний, на которые оказывают влияние кишечная микрофлора. Прежде всего, это воспалительные заболевания толстой кишки, ожирение, диабет первого-второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, атопические реакции, аллергия, колоректальный рак. Но очень важно, и еще такое состояние, как ось, как бы можно сказать, кишечного мозга, которая выражается в развитии депрессии и аутизма. В целом, воспаление оказывает большое влияние на профиль кишечной микрофлоры. Вот особенно хроническое воспаление толстой кишки я не могу более подробно останавливаться на этом. Но очень важна роль так называемой оси кишки, кишечно-мозговой оси, если так можно перевести. Таким образом, вот кишка, флора кишки может оказывать и на поведение, и на состояние памяти, и на другие ментальные характеристики. Возможно, роль кишечной, мозговой оси до сих пор недооценивается. Ее необходимо изучать нейробиологами. Очень интересно, что в современной системе моделей аутоиммунных заболеваний головного мозга у мышей при изменении диеты у мышей, при введении хороших, так называемых, бактерий в диету, было показано, что воспаление в головном мозге, интенсивность воспаления снижалась, и воспаление практически прекращалось. И очень важно упомянуть о эффекте, о влиянии кишечной микрофлоры на функцию головного мозга. Можно изучать диверсифицированность кишечной микрофлоры с использованием различных тем, методов, метод ФИШ, ПЦР, ПЦР, ДТГ и филогенетический микромассив. И очень хорошо, что мы использовали именно этот метод филогенетического микромассива, потому что другие методы не могут обнаружить избыток бактерий или неизвестных бактерий. И в настоящее время возможно и применять метод иллюминационной платформы для оценки полного кишечного микробинома и для оценки метатранскриптоники. В целом, говоря, вот этот слайд показывает сообщество, микробное сообщество, и при исследовании, какие конкретно типы микробов находятся в кишке, я хочу обратить ваше внимание, что необходимо оценивать ДНК, РНК, метатранскриптон, с использованием метатранскриптоники и исследовать также метаболиты бактерий, которые могут обнаруживаться в моче и по исследованию которых можно сделать вывод о функциях кишечной микрофлоры. Существует также тип 16С рибосомальной РНК, который представляет собой малую субъединицу рибосомальной РНК, который включает в себя около полутора тысяч нуклеотидных пар, и что представляет достаточно для сравнительного анализа, и этот субъединиц сохранился в процессе эволюции. В настоящее время применяется ХИТ-чип, который содержит около 4800 зондов, и каждый из 1140 микробных филотипов представлен различным зондом для изучения. Это статья, которую мы опубликовали пару лет назад, которая впервые исследовалась кишечной микрофлорой очень пожилых людей в очень пожилом возрасте. И мы исследовали 20-21, около 20 молодых людей, 20 у пожилых долгожителей, 20 потомков долгожителей, и 20 человек было в группе контроля. Кишечная микрофлора у долгожителей, конечно, очень сильно отличалась от микрофлоры их потомков. Мы изучали последовательность группы людей, долгожителей и их потомков. И очень важно то, что мы увидели, что в возрасте 70 лет очень важную роль играет окружающая среда. Наряду с семейными факторами и генетическими факторами. Возможно, это совершенно отличается от ситуации, которую мы видим у детей. Потому что кишечная микрофлора у детей зависит полностью от микрофлоры матери. И диета, и окружающая среда более важна именно в пожилом возрасте, чем в молодом или детском возрасте. Вот это хит-чип, чип-хит. Мы видим название видов бактерий. И возможно, что Лудно здесь видит, что примерно 15 долгожителей из 21 отличались от других. Что позволяет сделать вывод о том, что они имели уникальные виды бактерий в своей микрофлоре. И очень важно было показать, потому что это может представлять собой важный параметр, который отличает долгожителей от молодых людей. Мы видим снижение, именно снижение диверсифицированности микрофлоры. То есть количество видов бактерий снижается с возрастом. Это является основной характеристикой возраста и заболеваний, связанных с пожилым возрастом. На этом слайде показаны основные группы бактерий, которые играют самую важную роль. Вот C – это долгожители, K – это их потомки и группа контроля. Мы видим, что можно четко разделить эти три подгруппы. И здесь показано обобщение различных филогрупп, которые определяют генный профиль кишечных микрофлоров. Мы видим, что вот кластер кластеридия, показан зеленым цветом, и бациллы, палочки, кишечные палочки, которые также изменяются с возрастом. Также изменяется профиль протеобактерий. Что для нас важно, это то, что избыточный анализ, который показал, что 90% микробиота связан со схемой провоспалительного профиля. Где-то, вы знаете, этот уровень гораздо выше долгожителей по сравнению с контрольным. Это некоторые бактерии, которые связаны с этим повышением, где-то 6-8%, что свидетельствует о важной роли микрофлоры в процессе, который я называю инфломаэйджинг. Это несколько слов заключения. Это организация, которая существенно отличается от у нас взрослой схемы. Она очень подвержена влиянию экосистемы. Низкое уровень разнообразия. И, значит, снижение бифидобактерий, которые, в общем, мы считаем хорошими бактериями, а также увеличение в культативных анаэробных организме, включая бацилии, которые мы называем патобионы. В целом, наши данные предполагают то, что кишечные микробиоты достаточно стабильны, даже если существуют потери биоразнообразия через весь период взросления. И мы ожидали многие изменения, и основные эти изменения в микробиоте не исследуют линеарную взаимосвязь, потому что, которым мы наблюдали в изменении микрофлоры за последние десятилетия, и, значит, четкая курс микробиоты меняется после возраста 70 лет. Состав генов, в общем, приблизительно показывал существенную схожесть. По, значит, геническим группам, по диетам и так далее были также исследованы, была опубликована статья, которая... И была еще одна статья ирландских авторов по кишечной микрофлоре, которые, и наши данные немножечко отличаются от... Их данные отличаются немножко от итальянских, но изменения в кишечной микробиоте у долгожителей отличаются... отличаются увеличением спалительных процессов в организме. И здесь это теоретическая демонстрация наших результатов, говорящая о том, что важно то, что все изменения, которые были описаны в рамках нашей работы в отношении кишечной микробиоты, например, при ожирении, при диабете второго типа, при старении и так далее, которые, в общем, схожи в целом. И когда микрофлора изменяется, то изменяется стереотип... Это изменение приходит стереотипным путем. Особенно важно то, что снижение... Что мы наблюдаем, снижение биоразнообразия. Здесь показаны выводы по основным изменениям, которые вызывают изменения микробиотов на протяжении жизни. В начале жизни мы находим стерильные, пока находим внутри матки. Затем после рождения мы подвергаемся воздействию микробов, особенно в влагалище матери. Если у вас... Если это естественные роды, но это не всегда... Но это не так, когда мы имеем дело с кесарим стечением, поскольку это... В общем, здесь существенное различие существует с этой точки зрения, затем идет расширение воздействия им и во взрослой экосистеме кишечника, и в пожилом возрасте. До 70 лет, в принципе, микробиота может даться в хорошем состоянии. Но если у вас есть заболевания, то тогда основные... Попроизводятся крупные изменения или существенное снижение биоразнообразия. Но это может произойти несколько раньше, если существует серьезное заболевание у человека до 70 лет. Но это, конечно, зависит в основном от диеты, которые включают в себя жидкости и твердые вещества. У пожилых людей также зависит от различных всех жизненных функций. И старение характеризуется изменением в микрофлоре. Это может быть основной переменной. Происходит снижение иммуномодуляторной группы, и модуляторной группы, возможно, провоспалительным групповым воздействием бактерий. Мы проанализировали этот вопрос в рамках новых статей, которые предоставили новые данные. Их достаточно много, и они действительно представляют из себя всесторонний анализ существующей... Что касается вот этой статьи, то здесь мы рассматривали роль микробиота в развитии рака. Есть бактерии, которые могут секретировать мутагенные вещества, и эти бактерии могут иметь огромную... Самая главная роль в развитии рака толстой кишки, а также диеты и другие факторы, старение и так далее, очень важны для патогенеза. Рак толстой кишки и микробиота кишечника также играет здесь существенную роль. Существует очень много вопросов, на которые мы не ответили. Например, каким образом национальность или этническая принадлежность, диета, образ жизни, старение и так далее, влияет на кишечную микробиоту? Каким образом отдельный физиологический статус здоровья человека также влияет на признаки кишечной микробиоты? Можем ли мы обнаружить специфические метаболиты в рамках процесса старения? Для этого мы проделаны метаболические исследования в матче. Как мы можем рассматривать процессы старения в контексте кишечной микробиоты? И еще Илья Менчиков много лет назад был пионером в области этих исследований. Необходимо обмануть его имя, поскольку это не только один из самых великих иммунологов человечества, но также он занимался именно конкретным вопросом, связанным со старением, который может начинаться происходить из кишечника. И эти сигналы могут повлиять на весь организм. И он предложил идею использования пищи йогурта. И в Восточной Европе была подхвачена идея, и это очень быстро во многих национальностях. И это дал развитие, дал толчок развития вообще целой йогуртной индустрии. И это правильное время для вмешательства модулирования старения в контексте кишечной микрофлоры. Это очень интересно, мне кажется, в отношении цели Ганса и других современных систем. Насколько мы знаем, в статье, которая была посвящена анализу данных, мы рассмотрели всю литературу, которая связана с возможными предположениями о продлении жизни не только у человека, но и в модельных системах. И мы обнаружили, что такой литературы существует совсем немного. И я хочу упомянуть две статьи, которые непосредственно рассматривали эффект на вопросы старения у цели Ганса с определенными инфекциями в контексте двух типов бактерий, которые идут из неподогеничных микробиотов, которые были перенесены в исследование, были исследованы животных, которые имели этот тип бактерий и которые продемонстрировали существенное продление жизни под воздействием патогенических бактерий. По дрозофиле существует не так много исследований, на самом деле больше, вы видите, которые рассматривают вопросы связи между кишечником и старением. Также Регина уже говорила очень много о целостности кишечной системы у дрозофилы. Это, в общем, очень популярная тема. Но это исследование показывает взаимосвязь между существенным ухудшением в организме дрозофилы по направлению к старению. И непосредственно существует непосредственная связь с кишечной микрофлорой, хотя в некоторых случаях не было показана роль генотипа. мы тоже так считали литературу. Это конец моей презентации. Мне кажется, что мы можем закончить с тем, что было написано недавно Бренером. Вы являетесь тем, что вы едите. Это представитель французского материализма, который сказал об этом философ. Но имея новые данные, мы можем сказать, что, может быть, вы то, что ели ваши родители, что едят ваши родители. Спасибо за внимание.